Рассказывающих об актах преступлений очень много, но все они, как я выяснила, когда начала писать, это какие-то сборные солянки, рассказывающие о том, что было с Моной Лизой, с Рембрандтом, с Музеем изобородства Юграда в Америке. Мне захотелось прочитать книгу, посвященную исключительно русским преступлениям, и выяснилось, что такой книги не существует. Пришлось писать ее самой. В итоге моя книга охватывает исключительно преступления, связанные с Россией, с искусством, начиная с конца XVIII века, времена Докативной Великой, до наших дней. Последняя, упадая на три дни преступления, это история, которая стала этим летом, с портретом Кисти Малевича, который оказался работой его ученицы Жакуповой. То есть моя книга, она является одной из многих рассказывающих о махе преступления, но ее исключительно в том, что это наша национальная история. И именно благодаря этому возникло такое название «Боры, мандалы, идиоты» своего рода парафраз знаменитой книги «Боги, границы, ученые». Потому что я собрала материалы, хотела на самом деле писать документальную книгу, но документальной книги не получилось, потому что все факты, собранные вместе, все вот эти истории про Куинджин, украденного среди белого дня, Репина, человека, который забрался ночью в музей в Павловске, там заснул. Они в своей совокупности образуют какой-то странный образ русского арт-преступника. И именно так родилось название этой книги. С нашей национальной связи этой книги. Понятно. Спасибо большое. Говоря о глубоком погружении в XVII век, это преступления порядка за 200 лет, которые вы изучили, которые вас заинтересовали, вы описали их книги. И понятно, что не только сами преступления, не только сами произведения, но и, возможно, картины некогда вывезены из нашей страны, в том числе и о людях, которые занимаются подделками. Там написано, вот насколько сложно было эти погружения и насколько большое количество материала пришлось вам исследовать для написания книги. Преступления в сфере искусства делятся, грубо говоря, на три типа. Первый – это кражи, второй – это вандализм, третий – это подделки произведений искусства. Тяжелее всего писать про арт-вандализм, потому что это события, это повреждения произведений искусства, которые мы теряем. Ганнаева Рембратта, Репина Ивана Грозвана, то есть ты смотришь на вещи, и тебе их искренне жалко, тебе тяжело смотреть, как они уничтожались. И когда ты описываешь истории преступников, которые это сделали, ты проникаешь в мир немножко душевно-правленного человека. Это тяжело. Истории, посвященные ворам, они бывают разные. Бывают хитрые воры, бывают глупые воры, бывают алкоголики и вурки. Истории, посвященные поддержщикам, они обычно самые сложные, самые увлекательные, потому что подделка требует наибольшего интеллектуального вложения. И такие истории добывают, естественно, сложнее. Потому что такие люди меньше всего о себе рассказывают. Я просто сейчас по ходу. А вот все ли, что вас заинтересовало, уместилось в формат книги? Или же тут как-то планируется? Нет, вы знаете, я хотела написать очень много, но многие произведения... Берем Томник? Очень многие события, происходящие в позднее советское время и в наше время, они касаются людей, которые, естественно, живы еще. И могут неадекватно отреагировать, если фамилии писать прямым текстом, если нет решений судов и переговоров. Там не приступят. Да, в связи с этим заделась одна из форм рассказов в моем, в моей книге, где люди, современные деятели бизнеса, арт-бизнеса, дают анонимное интервью и рассказывают о каких-то событиях. Я специально оговариваю, что все имена изменены, какие возможно, но сами ситуации, которые они описывают, такие абсурдные и показательные для того, что у нас происходит с экспертизами, подделками, кражами, что имена здесь на самом деле не нужны. Они бы волновали только носители этих имен. Спасибо. Это не чистая нотфишн, даже с художественным вынослом получается. Нет, вынослов никакого нет. Есть стилизация очень сильная. Некоторые рассказы стилизованы под одесский фонар, некоторые под фантастику, некоторые под граммером.